Секция о помощи наркозависимым прошла в российской столице в рамках рождественских чтений. Уже более 10 лет ежегодную антинаркотическую секцию гостеприимно принимает Баумановский университет. В конференц-зале вуза участники форума заслушали доклады, а потом в формате круглого стола делились наработками и проблемами. Более 100 человек, занимающихся помощью наркозависимым, собрались на секцию, где обсуждалась борьба с этим недугом. Спикеры из разных регионов делились своими наработками в этой теме. Дело это требует мужества, терпения и любви, но приносит и большую радость. Радость от того, что ты был соучастником, жизнь с человеком поменялась, и он стал лучше, ближе к Богу, стал жить трезво. Ну а там, где один, там и трое, там и четверо, там и больше. Как бы через одного приходят и остальные. Вдохновляет меня то, что я сам много лет занимаюсь трезвенечкой деятельностью, живу сам трезво, понимаю, в чем дело. И стараюсь ребятам помогать, ну таким же, как и я раньше был сам. Возглавила работу секция епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Владыка подчеркнул, что сейчас существует 245 православных структур помощи наркозависимым. И у церкви есть большой опыт духовной работы с зависимыми людьми. Нам возникли ответ из древней церковной практики, вот как работать, как помогать наркозависимым. Технологии церковной работы с проблемами людьми, они отработаны и на самом высоком уровне, и на самом высоком уровне, и на самом высоком уровне, и на самом высоком уровне. Практики церковной уже практически две тысячи лет. Но в одиночку противостоять этой беде очень сложно. И здесь церкви нужна поддержка государства. Есть такой риск, что могут закрыться еще какие-то центры, по причине в том числе и отсутствия материально-технического обеспечения. Сложнее стало его получать, приобретать. И нам даже сложно, хотя мы уже вроде бы так достаточно хорошо развиты, но и нам тоже в том числе сложно. И вот надо, конечно, бы здесь проявить такое государственное мышление тем, от кого это зависит. Да, это, ну, в первую очередь, конечно, государственное уровень, да, чтобы поддержать эти структуры, чтобы так не получилось, что мы, решая глобальные проблемы, неожиданно видим, что у нас вот началась вот здесь вот проблема в этой области. Важность взаимодействия с государством подчеркивали и представители власти. Наше взаимодействие с церкви, оно у нас длительное. У Министерства здравоохранения в этом направлении оно уже восемь лет, более восьми лет. Это 2015 год, официальный старт. И, конечно же, неофициальный он был гораздо раньше, но вот та поддержка и помощь, которую мы ощущаем, в том числе от служителей церкви, от лиц, которые находятся в луне церкви, то она, конечно, тоже бесценна очень. Кроме того, на встрече говорилось и о том, что с сентября прошлого года вступил в силу закон, который впервые определил понятие социальная реабилитация больных наркоманией. Полномочиями по такой реабилитации наделен Минтруд России. Опытом успешного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления поделился гость из Удмуртии. Будет эти практики изучать, обобщать, консолидировать и выводить их на федеральный уровень. Обсуждать в рамках создаваемых рабочих групп, межведомственных, коллегиальных, для того, чтобы затем иметь возможность влиять на законодательную инициативу. Для поддержки наркозависимых и их родственников действует единый федеральный телефон церковной помощи наркозависимым 8 800 600 16 93, по которому можно получить консультацию и найти подходящий центр для преодоления зависимости или программу реабилитации. Секция о помощи наркозависимым прошла с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Продолжение следует...